представляю следующую гостью это вероника буняева автор технологии дивергенты и руководитель сети агентств вероника приветствую вас на конгрессе здравствуйте мария как вам впечатление о нашем мероприятии слушайте ну я всегда с большим удовольствием приезжаю на конгресс помимо всего прочего что я много выступая общаюсь очень много здесь мои ученики мои партнеры ну и в принципе это расширяет сознание уезжаю всегда отсюда с огромным количеством новых идей мыслей и так далее ну и прекрасно то что мы сейчас находимся в сириусе очень необычно неожиданное впечатление ты когда заходишь сюда понимать что это какая-то масштабная история и конгресса становится наверно мне кажется больше так вот масштабнее значимый и так далее новая площадка вас впечатлила впечатлила на самом деле очень впечатлила простора много и вы знаете же сириус это для одаренных мы же вот понимаем да люди которые у которых есть дети точно мы знаем это все и вот ты понимаешь немножко приобщаешься к этому к этому миру до университет сириус космонавтика одаренные дети мы таки все одухотворенные тут конечно круто это замечательно как храм культуры и науки изначально ну конечно же расскажите в двух словах что такое дивергентная технология слушайте марии в двух словах не получится потому что очень много у риэлторов у агентств недвижимости кто будет слушать такое короткое интервью недоверие будет непонимание вопросов и так далее вот чтобы понятно дивергентная технология это метод оценки недвижимости по максимальной цене но не зависящий от конкурентов на рынке вообще а зависящий от того какой конечно покупатель придет какой у него бюджет причем мы заранее определяем его еще до выхода в продажу этого покупателя то есть я разработала такую систему классификацию покупателей которая позволяет в виде объект понимая какие у него функциональные зоны формируются в этом объекте точно сказать какой покупатель придет какой не придет а вот тот который придет сколько у него детей взрослых какой возраст какой бюджет у этого покупателя что продают где живут и какие уникальности в этом объекте могут быть но по сути у обычного стандартного риэлтора есть возможность посмотреть типа на конкурентов на похожих как они выбирают сами у меня же нет зависимости от конкурентов общение по ценам не по каким-то другим свойствам я научилась из одного объекта делать несколько разных товаров потому что покупателей может быть несколько на один объект и они могут быть разного класса но например трехкомнатную квартиру все привыкли продавать семье там с двумя тремя детьми а я в зависимости от того где она находится какой у нее функционал могу предложить эту квартиру и семье без детей вообще и она будет эта семья класса выше потому что они все-таки все могут позволить больше площади и могу предложить семье с детьми у них соответственно будет бюджет так больше но меньше он побольше ограничен и таким образом у меня может получиться вообще два разных товара с разным функциональным набором зон внутри с разными свойствами с разными ценами и это дает возможность продавать в том числе без сайтов агрегаторов то есть это клёвая такая история когда ты не зависишь от агрегаторов а ты можешь идти и выбирать те каналы продажи конкретно твой покупатель есть у нас средний срок продажи сейчас 21 день а два-три года назад был от семи до четыреста дней при этом мы продаем по максимальной цене рынка для риэлторов это конечно такой выход из положения сейчас особенно очень важно сейчас условиях высокая ставка довольно сложная ситуация на рынке недвижимости риэлторы не могут себе набрать клиентскую базу а им довольно сложно работать вот что вы посоветуете как им улучшить результат набрать новых клиентов где их искать ну вот на самом деле когда я начала еще лет наверное 10 назад взаимодействовать с рынком недвижимости меня вообще этот вопрос вот всегда беспокоил как риэлторы набирают базу по большому счету никогда не было профессионально ну как бы наверное методики по набору клиентской базы раньше рынок был такой что можно было брать все а сейчас как вы сказали возникли сложности и вы знаете что произошло мы как бы показали то что наши навыки по решению задач клиентов очень низкие то есть мы практически не умеем решать но действительно настоящие клиентские задачи что хочет обычный клиент все знают хочет продать дороже купить дешевле а где гарантия что та цена которую поставил риэлтор на объект она максимальная почему надо ставить и снижаться они подниматься например почему я должна зависеть от конкурентов они они от меня до подниматься по цене и вот эти вопросы меня много лет ну как бы в свое время там мучили и когда я разработал технологию оказалось что вся сон как раз набора базы не в том как мы разговариваем не в том как мы проводим переговоры по телефону или там на встрече а в том что мы можем дать конечному клиенту если у вас в руках есть например метод или какой-то новый подход который сам собственник не может применить но ему результат этого подхода важен или риэлтор другой такой же но не может это сделать то ты как бы получаешь уникальную особенность уникальный навык и вот через этот уникальный навык можно себя очень быстро продавать заключать эксклюзивы в огромных объемах и назначать встречи объясняя клиенту всего лишь там что вы можете рассчитать максимальную цену объекта не по конкурентам создать уникальный объект который будет вне конкуренции на рынке что вы будете использовать там больше каналов продаж чем даже сам собственник может там в голове придумать и риэлтор кстати не все используют это и поэтому для меня набор базы это не переговорная тема понятно что она нужна а это все-таки продукт риэлтора нового образца потому что раньше у клиентов были другие проблемы соответственно мы решали эти проблемы и помогали им их решать за это получали деньги то есть формировался нормальный рынок а сейчас задачи у клиентов вообще другие и для того чтобы их решать нужно очень много навыков и не только на звонить по телефону или говорить что мы продадим там по базе все же говорят одно и то же и на встречах рассказывают одно и то же и кого мы кормим вообще всем вот эти мы же кроме сайта агрегатора размещая там по пять-шесть объявлений от нас от риэлторов плюс того еще где-то собственник то есть мы по сути не занимаемся продажа объекта и я считаю именно это нас отбрасывает назад то есть мы не умеем правильно выстроить продажу оценить объект или сформироваться вот так чтобы ее понятно было вот и покупателю почему она такая цена и продавцу и себе и банку и независимую независимость была именно от соседей от конкурентов от похожих объектов вот если такие навыки будут у риэлторов набор базы проходит совершенно по-другому проходит легко то есть я считаю что вот подытожу не важно как ты разговариваешь понятно что переговорные тактики они должны быть важно какую выгоду дашь клиенту если ты умеешь делать то же самое что другие риэлторы понятно что это очень сложная система набора вообще хоть каких-то клиентов если ты отличаешься результатом и можешь дать то что другие не могут тогда ты легко зарабатываешь базу ну и соответственно легко зарабатываешь уже деньги на то что ты продаешь объекты правильно или решаешь клиентскую задачу достаточно глубоко ну конечно развернуто да конечно на рынке покупателя как раз таки получается что нужен как раз индивидуальный подход упаковка продукта о чем вы говорите да и правильное позиционирование через рекламу да ну вот смотрите я делаю как заранее определяю конечного покупателя по дивергентной технологии и я уже объект собираю под него то есть я знаю кто придет кого кого-то кого я жду какой состав семьи и какой у них образ жизни и под это показывают как использовать объект то есть грубо говоря формирует такой сценарий жизни в объекте и знаю что придет именно эта семья то есть так оно и получается за 6 лет практики оно так и выходит на такой кастомизированный подход получается да но знаете я показываю не просто какие-то объекты не за фотография я рисую планировку расставляю там мебель то есть у меня есть даже мебель нарисованная для риэлторов на практикуме на своем курсе я это даю в обычном powerpoint можно просто по планировке которые есть в тех плане расставить подписать и для покупателя уже понятно что объект из себя представляет потому что ну любой товар он все-таки должен иметь потребительские свойства а когда ты не знаешь кому ты продаешь ну как ты можешь наделить ну объект недвижимости потребительскими свойствами вроде как бы купят все вот я доказала рынку что купят не все что есть система как раз дивергентный анализ который позволяет определить кто никогда не купит объект а кто все-таки в него придет с наибольшей вероятностью и тогда совершенно другая упаковка не просто профессионально грамотная она другая то есть это именно функциональность объекта я очень интересно рассматривать объект с разных сторон бизнес-модель классического агентства недвижимости устарела в целом считается вот расскажите что нужно поменять в бизнес-модели что лучше дать какие-то советы руководителям агентства недвижимости ну вот смотрите бизнес-модель я считаю что вообще бизнес-модели у агентств недвижимости не существует по сути потому что бизнес это когда мы какие-то проблемы решаем клиентам и за счет этого зарабатываем то есть товар денежные отношения есть тогда когда есть какая-то проблема и мы ее грубо говоря решаем давайте вот ну честно что делает агентств недвижимости какой выпускает товар услугу нет не услугу быструю продажу покупку вот давайте я как риэлтор да например понимаю что что я буду делать да как мне работать а если я новичок я только пришла куда пойду как я получу профессию риэлтора стажера крупном агентстве какой-то агентстве для желательно с имени вот вот именно именно этого сейчас будет у меня мастер-класс как раз на эту тему про новую бизнес-модель агентства на самом деле у стажеров нет возможности где-то еще обучаться поэтому они идут в агентстве недвижимости и задача агентств делать что как можно быстрее запустить риэлтора как можно сделать его крутым с точки зрения набора баз продаж и так далее то есть дать ему вот эти компетенции и как можно дольше его удерживать своей компании по большому счету это получается некая форма обучающего центра плюс коворкинг потому что если завтра риэлтор уйдет агентство потеряет прибыль потому что с риэлтором уйдут его клиенты и поэтому я не считаю что агентств недвижимости это бизнес по недвижимости но как бы они выпускают риэлторов агентств недвижимости вот наши клиенты и если правильно здесь организовать бы систему то надо сделать очень крутой обучающий ну как бы проект внутри агентства своего продавать его и на рынок и внутри формируя постоянно такую обучающую среду чтобы риэлторы каждый день могли закрывать какие-то зоны роста там ропа посмотрели какие у них зоны роста отправили там на закрытие и второй момент это сервис который агентство должно предоставлять в этой системе тогда понятно что агент платит агентству за обучение и за предоставление каких-то сервис по сути это опять же учебный центр коворкинг вот что я же предлагаю совсем другую модель когда есть возможность внутри агентства продавать объекты недвижимости силами сотрудников агентства которые либо на окладе либо на какой-то сдельной работе и они не имеют отношения вообще к риэлторство например маркетологи или например люди которые значит занимаются тем что разбирают объекты вот у меня в агентстве есть специалисты которые разбирают объекты по дивергентной технологии риэлтор сам это может не делать получается мы берем на себя самый главный функционал высокой оценки объекта стартапа его упаковки и соответственно продажи если завтра у меня риэлтор уйдет у меня клиент работает с моей компанией и он знает и на всех речевых вот блоках скриптах это прослеживается то есть к риэлтор не говорит что это он риэлтор вот я менеджер у нас есть специалисты в агентстве у нас новый формат мы можем продавать ну такая вот история то есть я считаю что нам придется все-таки переходить на какой-то вот формат маркетингового агентства как у меня или может быть коллаборации внутри отделов когда кто-то умеет очень здорово маркетинг применять риэлтор другой умеет назначать встречи третьих проводить а кто-то соответственно юридически уже дальше закрывает сделку то есть я за вот такую вот систему сейчас и тогда собственник защищен то есть у него не будет тогда потери вот прибыли из того что уходят риэлторы ну я считаю так мое пока такое мнение ну и убеждение уже достаточно давно но у вас совсем другая бизнес-модель мне кажется очень интересно я даже не рассматривала с такой стороны да спасибо так что да успехов вам я вижу что вы приехали с дочерью да маргош подойдет приобщаете к молодое поколение да 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 знакомьтесь моя дочка маргарита она стала моим помощником сейчас я выступаю как спикера и у меня обучающий проект очень большой практику для риэлторов по дивергентной технологии старшая дочка у меня работала администратором и ушла сейчас уже работать сама ну надеюсь что младший тоже начнет помогать да главное получать удовольствие и пользу ну да спасибо вам вероника большое за интервью что уделили нам время и успехов и удачи на конгрессе спасибо что позвали мне всегда очень приятно общаться на эти темы что такое технология это все очень люблю потому что это очень сложно объяснить мне кажется людям да надо приходить и пробовать вот все всем рекомендую мне очень много бесплатных мастер-классов рекомендую посмотреть применить а потом уже а потом уже проверять как все это работает а не только на слух вот как сейчас да здорово мне очень понравилось изучу обязательно я вот буквально пять минут изучал очень большое спасибо вам и